Перспективы развития Республики Дагестан на 2017-2019 годы. Эту тему обсудили в Доме правительства с руководителями государственных ведомств. Заседание прошло под руководством Абдусама Дагамидова. Материал Абдурахима Белалова Даганай. В самом начале встречи премьер-министр отметил положительную динамику первого полугодия текущего года основных социально-экономических показателей Республики. Но в то же время подчеркнул в необходимости совершенно новых методов развития Дагестана и под другим направлением, чтобы выйти из зоны риска. Что особенно важно в условиях кризиса. Министерством экономики и территориального развития Республики предлагается два основных сценария развития. Так называемый базовый и оптимистичный. Принятый вариант будет использован для разработки параметров республиканского бюджета на 2017 год. В любом случае, при любом прогнозе развития событий, мы должны обеспечить необходимые ресурсы, чтобы выполнить социальные обязательства, решить задачи, поставленные президентом Российской Федерации, главой Республики Дагестан, это и майские указы президента России, и приоритетные проекты развития Республики Дагестан, мероприятия по импортозамещению и опережающему развитию Республики, обеспечить максимальное участие Республики в федеральных программах. Именно эти два варианта прогноза – базовый и оптимистичный. Специалисты экономики уверены, что будут способствовать в росте экономики нашей Республики. В обоих вариантах прогноза предполагается рост экономики. Для разработки параметров республиканского бюджета на 2017-2019 год им предполагается использовать базовый вариант, то есть вариант номер один. Расчетами разработанного прогноза социально-экономического развития предполагается увеличение валов оригинального продукта в 2019 году по отношению к оценке за 2015 год на 24,5%. Рост среднегодовых темпов в ОРП в планном периоде составит по республике в среднем, еще раз говорю, чем целый 40%. Говорили также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации основных положений послания руководителя Республики Дагестан Народному собранию, в котором были затронуты все сферы жизнедеятельности республики. В рамках этих указаний были проделаны определенные работы, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Принимались меры в сфере занятости населения, оказывались социальные поддержки, а в рамках социально-экономического развития горных территорий региона по проекту «Начинающий фермер» 129 хозяйств получили гранты в форме финансовой поддержки. Из них 8 на строительство малогабаритных теплиц в горной местности. В целях своевременного и в полном объеме исполнения мероприятий предусмотрено приоритетным проектом для развития Республики Дагестан. Ответственным органом исполнительного власти Республики реализуются соответствующие планы мероприятий дорожной карты на текущий год. Вы знаете, что информация о реализации нами преженечно представляется правительство Республики Дагестан, обсуждается у руководителя соответствующего проекта, потом у проседателя правительства, и в последующем откладывается глава Республики Дагестан. Говорили о взаимодействии Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан с заказчиками. За первое полугодие 2016 года на общероссийском официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок опубликована информация о более 6,5 тысяч закупок государственных заказчиков нашей Республики на суммы свыше 11 миллиардов рублей. Для того, чтобы добиться большей эффективности, председатель правительства Республики отметил в необходимости на делении Комитета по госсокупкам региона дополнительными полномочиями. Но для этого нужно ввести соответствующие изменения в действующем постановлении правительства. Именно в этой части руководитель кабинета министр также дал указание проработать предложение. Абдурахим Билалов Даганай, Руслан Салихов. Время новостей.